Почему врачи не всем разрешают есть желток куриного яйца? Сколько раз в неделю можно есть куриный желток? Кому противопоказан куриный желток? Смотрите видео до конца, расскажем, какой вред может принести куриный желток. Среди ежедневно применяемых продуктов питания куриные яйца занимают одну из самых лидирующих позиций. Это и понятно, ведь это полезный, питательный, вкусный, бюджетный продукт. Куриные яйца используются для приготовления разных блюд и применяются просто в вареном, жареном или приготовленном на пару виде. В каждом яйце есть белок и желток. Если белок можно практически всем, у кого нет на него аллергии, то по поводу желтка существует разное мнение. Почему врачи не всем разрешают есть желток куриного яйца? Сам по себе куриный желток богат необходимыми человеку витаминами, минералами, белками и жирами. Многих смущает высокая концентрация в нем холестерина. Холестерин – соединение, участвующее в построении клеточных мембран с одной стороны и с другой стороны откладывающийся на стенках сосудов, образуя препятствия для кровотока. Яичный желток вызывает усиленное желчеотделение. Это хорошо, когда есть необходимость почистить печень и плохо, если в желчном пузыре и желчных протоках имеются камни. И третье, что делает желток в некоторых случаях ограниченным в применении – это его высокая калорийность. Благодаря этому, с одной стороны, блюда, содержащие желтки яиц, высоко питательны и позволяют долго не ощущать голод, а с другой стороны могут приводить к ожирению. Перед продолжением видео приглашаем подписаться на канал, хотим чаще радовать вас полезной и интересной информацией. Сколько раз в неделю можно есть куриный желток? Вряд ли найдется много людей, которые отдельно употребляют белок и желток. Только при приготовлении некоторых кондитерских изделий и выпечки они используются раздельно. Основная масса людей ест цельное яйцо, состоящее из белка и желтка. По мнению большинства ученых, диетологов, врачей других специальностей, для здоровья будет полезно ежедневно получать полезные вещества, находящиеся в двух яйцах. Однако не стоит забывать, что яйца используются широко в кулинарии и применяются для приготовления огромного ассортимента блюд. Нутриенты из яиц попадают в организм вместе с хлебом и другой выпечкой, колбасными изделиями, макаронами, сладостями и многим другим. Возвращаясь к количеству цельных яиц, следует остановиться на 3-4 яйцах в неделю, независимо от того, есть вы их будете сырыми, вареными или жареными. Но это касается только взрослых людей, не имеющих никаких проблем со здоровьем. Напишите в комментариях, как часто вы едите яйца. Кому противопоказан куриный желток? Как уже сказано было в начале сюжета, особых противопоказаний для употребления белка – нет. А вот желток не стоит использовать в пищу в следующих случаях. При склонности к аллергическим реакциям до получения лабораторных результатов на его переносимость. Когда стойко повышен уровень холестерина, есть клинические проявления атеросклероза. Если диагностирована желчнокаменная болезнь, потому что возможно развитие приступа с желтухой, болями и лихорадкой, требующего экстренной хирургической помощи. В случае нарушения жирового обмена, метаболического синдрома, склонности к ожирению, есть вероятность прогрессирования процесса. Однако во многих случаях возможность использования куриных желтков надо решать индивидуально. Абсолютным противопоказанием к использованию этого продукта нужно считать только аллергию на него.